Дух, творчество, целеустремленность В Десногорске прошел праздник для особенных людей Достаточно наличия среднего полного общего образования То есть 11 классов Смоленским журналистам рассказали, как стать полицейскими Уважаемые водители, мы хотим, чтобы вы сами пристегивались и пристегивали вашу детину Юные инспекторы напомнили водителям о соблюдении правил дорожного движения Вещи будут раздаваться по мере необходимости Они будут находиться в нашем приходском складе С 9 до 3 храм будет открыт И люди по возможности будут приезжать из деревней, из нашего поселка И будут приходить выбирать вещи, те, которые им нужны Акция «Я доброволец» получила свое продолжение А теперь об этих и других новостях подробнее Владимир Путин подписал закон, который освобождает граждан России От обязанности доказывать отсутствие долгов по оплате коммунальных услуг Для получения компенсаций и субсидий Отныне, чтобы получить субсидии, россиянам не нужно будет предоставлять документы Подтверждающие наличие или отсутствие судебного акта Проверкой задолженности займется уполномоченный орган Для этого будет использован банк данных, который содержит все необходимые сведения 28 ноября в детской музыкальной школе города состоялся фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Вместе мы сможем больше» Подробности в нашем сюжете Праздник сильных духом состоялся благодаря Десногорскому отделению Всероссийского общества инвалидов Основную поддержку в его проведении оказали отдел социальной защиты, общественный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города В этот трогательный вечер зрительный зал музыкальной школы был полон гостей Присутствовали также представители различных политических партий и администрации города Сила в этих людях, которые, несмотря на все трудности, доставшиеся им в жизни Несмотря на все трудности со здоровьем, не опустили руки Продолжают жить полноценной жизнью Радовать нас своим творчеством, радовать нас своими делами Фестиваль «Вместе мы сможем больше» Единое пространство для людей с ограниченными возможностями Он проводится для тех, кто больше всего нуждается в поддержке На сцене выступили люди, наделенные мужеством, упорством, творческими способностями и умением настойчиво идти к намеченной цели Среди них чтецы, вокалисты, музыканты и танцоры Атмосфера в зале была пропитана добром и любовью Многие не могли сдержать слез Ребята все молодцы, очень здорово Как бы, очень даже, ну, наплакалось, как бы, то, что трогательно Все так, очень довольны фестивалем Пожалуй, таких мероприятий нужно проводить нам всем больше И в масштабах области, в масштабах района С тем, чтобы людям, которые обладают огромным талантом Мы видим, это люди, люди одаренные, высокого духа, безграничных возможностей Чтобы они сплачивали, демонстрировали свое высочайшее мастерство Финальной точкой фестиваля стало награждение По единогласному решению жюри победу одержали все участники Они получили почетные дипломы и приятные подарки Виталий Волков, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил выделить около миллиарда рублей На реставрацию Смоленской крепостной стены В мае 2017 года политик посетил Смоленск, после чего дал поручение Министерству культуры Проработать вопрос сохранения главной достопримечательности города, которая начинает постепенно обрушаться За это время Минкультом была подготовлена документация и сделаны расчеты с четким планом первоочередных работ В первую очередь стоит вопрос о консервации объектов стены в целях недопущения дальнейшего разрушения 100-килограммовую авиабомбу, реактивный снаряд времен Великой Отечественной войны Обезвредили специалисты противопожарно-спасательной службы региона Неразорвавшийся фугас нашли в полях недалеко от деревень в Кордыновском районе А снаряд на кладбище в Холм-Жирковском Саперы вывезли боеприпасы на специальную площадку и утилизировали Всего в 2018 году специалисты регионального отряда обезвредили более 2000 взрывоопасных предметов В региональном отделении Министерства внутренних дел состоялась пресс-конференция Представителям СМИ рассказали, кто может стать полицейским и что для этого необходимо сделать Подробности в сюжете Многие граждане ошибочно полагают, что в полицию принимают только тех, у кого есть высшее юридическое образование На самом деле оно требуется только для подразделений следствия и дознания Чтобы стать полицейским, достаточно окончить школу и отслужить в армии Для должностей младшего начальствующего состава, которым относятся такие, как Полицейский патрульно-постовой службы, полицейский кинолог, полицейский водитель Достаточно наличия среднего полного общего образования, то есть 11 классов Такие сотрудники в перспективе могут получить высшее юридическое образование бесплатно При исполнении служебных обязанностей сотрудник органов внутренних дел полностью находится под защитой государства Заработная плата для младшего начальствующего состава от 23 тысяч и выше Для офицерского состава средний начальств состав от 33 тысяч и выше в настоящее время Но это я называю только минимальные заработные платы для отдельных служб В ряде подразделений они гораздо выше В настоящий момент на службу в органы внутренних дел принимаются граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет Но в ближайшее время верхний возрастной порог может быть увеличен с 35 до 40 лет За более подробной информацией можно обратиться в кадровые подразделения территориальных органов внутренних дел За последние 10 месяцев на дорогах Смоленской области осложнилась ситуация с детским травматизмом В результате дорожно-транспортных происшествий в регионе пострадало 98 детей Трое погибли Чтобы сократить печальную статистику, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия Совместно с педагогами и воспитанниками Дома детского творчества Они в очередной раз напомнили водителям о правилах перевозки детей в автомобилях Дети выходили, объясняли водителям, что надо пристегивать детей Что надо соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим И чтобы они не забывали, что есть такие маленькие участники дорожного движения, как они Участие юных десногорцев в рейде дало им возможность почувствовать себя настоящими инспекторами Ребятам очень понравилось участвовать в акции И раздавая памятки водителям, они желали им счастливого пути Каждый водитель должен понимать, что несет ответственность за жизнь и здоровье маленького пассажира Водители, будьте осторожны за рулем Марина Якубишина, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусные мандарины Отмечается, что внешние плоды должны быть чистыми Небольшие потертости и царапины не влияют на качество и вкус, если не переходит в гниль Самыми вкусными из гибридов называют клементины Ярко-оранжевые, сладкие, сочные плоды, сплющенные сверху и снизу формы Не стоит покупать мандарины с плесенью на кужуре, так как это является признаком грибкового поражения Следует отказаться от мандаринов со слишком мягкими участками и вмятинами А также от перезрезших фруктов Накануне празднования Нового года проект «Посади лес» запустил всероссийскую акцию «100 тысяч новых елок в стране» Он предлагает жителям Смоленской области частично компенсировать лесные потери от вырубки деревьев к празднику Для этого на сайте проекта «Посади лес.ру» можно выбрать количество деревьев, сделать пожертвования на их посадку и оформить сертификат о вкладе в восстановление леса Новые ели будут высажены весной силами активистов движения «Эко» на пострадавших лесных территориях За три года реализации проекта «Посади лес» было высажено более 380 тысяч деревьев в 16 регионах России В народном финансировании посадок приняли участие более 3 тысяч человек Акция по сбору вещей «Я доброволец» получила свое продолжение Одежда, обувь и игрушки, которые десногорцы сдавали на протяжении 10 дней, будут отправлены тем, кто в них нуждается Подробности в сюжете С 1 по 11 ноября в Десногорске проходила акция «Я доброволец» Любой мог проявить свое милосердие и заботу Для этого нужно было иметь лишь доброе сердце и парочку ненужных вещей, которые могут получить шанс на вторую жизнь Главное, чтобы они были чистыми и в хорошем состоянии Несколько дней десногорцы приносили все, чем хотели поделиться с другими, от одежды до книг Сбор проводили сотрудники Центра культуры и молодежной политики По окончанию акции все вещи распределили между нуждающимися А все, что осталось, передали в храм Вещи будут раздаваться по мере необходимости, они будут находиться в нашем приходском складе С 9 до 3 храм будет открыт, и люди по возможности будут приезжать из деревней, из нашего поселка И будут приходить выбирать вещи, те, которые им нужны За помощью в храм в основном обращаются многодетные семьи села Якимовичи и малоимущие жители соседних деревень Этой зимой они будут обеспечены теплой одеждой, благодаря состраданию, которое проявили неравнодушные десногорцы Марина Якубишина, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ В Смоленске появятся урны для сборки собачьих экскрементов Докбоксы планируют установить на центральных улицах, в парках, их скверах для удобства владельцев животных Чтобы без особых трудозатрат можно было убрать за своим питомцем Стоит отметить, что такие специальные контейнеры уже появились в парке «Соловьиная роща» Ранее в городе были установлены запрещающие выгол собак, таблички и выделены специальные зоны для выгула А теперь коротко о погоде 30 ноября в Десногорске будет ясно, днем минус 9, ночью минус 13 На сегодня это все новости, все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru С вами был Виталий Волков, увидимся